Утро понедельника на улицах Брюсселя. Протестующие жгут автомобильные покрышки и сено. Полиция тушит огонь из водомета, но они тут же разводят новый костер. В стражей порядка летят пустые бутылки. Не обходится без потасовок. 26 февраля в столицу Бельгии съехались фермеры со всей страны. Более ста тракторов парализовали движение в так называемом Европейском квартале, где расположены главные офисы Евросоюза. Собравшиеся протестуют против урезаний субсидий и зеленой политики Брюсселя. Они жалуются на возросшие затраты и неконкурентоспособность, которая ставит многих европейских аграриев на грань выживания. Мы работаем в поте лица, и мы хотим зарабатывать достойно. Но наши требования о заработке остаются без ответа. ЕС не слушает нас. Небольшие фермерские кооперативы просят встретиться с фондерляйен уже на протяжении месяца, но безуспешно. Протесты приурочены ко встрече министров по вопросам сельского хозяйства стран ЕС. Политики собрались в Брюсселе, чтобы найти способы пойти навстречу требованиям фермеров. Основная цель не только сегодняшней встречи, но и всей работы, которую мы сейчас делаем как министры, каждый в своей стране и сообща, в Совете Европы, в Европейском Союзе, это восстановление доверия. Это доверие было подорвано. Я считаю, что мы должны вернуть веру наших фермеров в то, что ЕС и национальное правительство будут защищать их, поддерживать их и принимать во внимание их проблемы. Акция в Брюсселе – одна из целой череды протестов по всей Европе. На протяжении нескольких месяцев фермеры блокировали дороги во Франции, Германии, Нидерландах, Италии и Испании, а также других европейских странах. Накануне 25 февраля польские фермеры перекрыли один из автобанов на границе с Германией, что привело к километровым пробкам. Мы хотим показать свое присутствие и свою солидарность со всеми протестующими в Польше, Германии, Франции, Испании, показать, что мы фермеры едины, и мы ожидаем того же самого от тех, кто находится у власти в Европарламенте. А 26 февраля фермеры вышли на улицы и в Мадриде. Стоимость производства сельхозпродукции в Европе повысилась в разы из-за роста цен на дизельное топливо, энергию и удобрения. Но крупные сети супермаркетов пытаются удерживать цены на продукты на приемлемом уровне. В то же время фермеры в Европе не в состоянии конкурировать с дешевой продукцией из других стран. Один килограмм помидор мне стоит 60 центов, а они привозят помидоры из Марокко по 10. Ведь работникам там платят по 3 евро, а я плачу своим по 80 евро. Как нам бороться с этим? Это же невозможно. Многие аграрии в Европе уже давно выживают за счет субсидий. Субсидии в сельскохозяйственные секторы составляют почти треть бюджета ЕС. В некоторых странах, например, в Германии, причиной протестов стали планы правительства сократить эти субсидии. На благосостояние аграриев влияет и ужесточение экологической политики Евросоюза. На сельское хозяйство приходится более 10% выбросов углекислого газа в ЕС. Но послабление зеленых законов в угоду фермерам может навредить Европе в долгосрочной перспективе, опасаются некоторые эксперты. Мы видим, что во многих странах ультраправые партии используют голоса фермеров против экологического законодательства. Но выступая против экологического законодательства, они создают для себя угрозу в будущем. Если мы не сможем сделать сельское хозяйство менее вредным для природы, оно не выживет. Однако, если бруссельские политики не пойдут навстречу фермерам, это может привести к правому повороту в Европарламенте на предстоящих в июне выборах. Продолжение следует...